История Донера Кинга, такой инсайт, прямо настоящий, все по-настоящему началась с того, что учредитель, я познакомился с учредителем ее на другом проекте, сложном, вошел туда как трэблшутер, вот, а он, собственно, ушел делать шаурму, да, то есть он взял загибающийся домик шашлычную, вот, и, собственно, меня периодически все позванивал и звал, давай, подходи, давай, давай, начнем здесь, так это все, я думаю, как-то... Давай, попробуй. Да, я думаю, ну, блин, шаурма, ну, хорошо, шашлычную купил, классно, прикольно, себе как-то так, для пятого проекта подойду себе, возьму. Через два месяца он мне пишет, я взял точку на Зыбинской, я ему ответил, выезжаю и поехал, вот, то есть я понял размах того, куда собирается идти учредитель и то, какая команда, собственно, собирается. Ну, вообще, это, как это, такой нюанс очень большой на Зыбинской, да, то есть... Нормально на Зыбинской. Хороший, честный продукт, так? Честный сразу, шаурма и честный, что там? Ну, давайте, шаурма и честность, это, то есть там не коты и собаки, это раз. Эти мы отстрагировались от рынков сразу. Вот, ну, честный, то, что мы, закладка мяса у нас больше была, чем там у кого-либо, да, кетчуп майонезом мы не дотаривали, не доувешивали шаурму, да. Это было поначалу, и очень долго наш клиент воспринимал негативно, очень много узов писали, что у нас сухая шаурма. Вот, на самом деле мы специально сделали шаурму без кетчупа майонеза, и те люди, которые привыкли, что у них вот ботинки грязные, значит шаурма хорошая, вот, это не к нам, то есть они могут дальше покупать шаурму на рынке. И пачкать свои ботинки, вот. Это вот составляющая честного продукта. Высокий уделенный вес мяса, нету кетчупа майонеза, только собственная соуса. То же самое касается наших эпических бургеров. Там котлеты весят, как бургеры по такой же цене там у сетей фастфуда. Я один раз брал, не съел, честно скажу. Большая была, да? Средняя. Про цену, вот, что честность и справедливая или хорошая цена. Что остановит? Ну, смотрите, когда мы начинали вот с одной точки на Притыцкого, и уже был план, уже была вся эта точка на Зыбинской, и понимание того, что мы идем дальше, развиваем сеть. То есть, сохраняя цену 5 рублей за стандартную шаурму, вот как бы так психологический рубеж, 5 рублей. Ну, мы держали ее, держали, рынок пошел вверх, мы ее оставляли держать, потому что мы решили, что давай попробуем делать масс-продакт, создадим. Масс-продакт должен быть, ну, относительно дешевый, честный. То есть, это цена не демпинг, это не в убыток. Но для того, чтобы сохранить цену, допустим, 5 рублей, мы должны были вырасти в два раза. Вот, мы понимали, знали историю розничных сетей, что при росте сети, за счет узнаваемости, прирастают продажи, в том числе, в каждой из точек. Вот, мы ждали, мы терпеливо ждали, несли какие-то убытки для первоначально. Ждали, пока откроется точка Назыбинская, Уманская и так далее. Из-за проблем с белорусским, как всегда, строительством, точка Назыбинская открылась спустя год после того, как мы ее арендовали. Вот, но в итоге, когда начала расти у нас сеть, продажи, на самом деле, начали прирастать и в той же самой первой точке на Притыцкого. Кратно. И в итоге мы выросли в три раза. И, соответственно, мы смогли сохранить цену 5 рублей и диктовать ее сейчас рынку. А вопрос, а если было бы 5.20, я думаю, все было практически то же самое, только появился бы еще бюджет на развитие. Я бы и за 6 покупал. Ну да. Это контравежил. Это вот, как это, тонкая грань, да, то есть сколько клиент может отдать, если вы говорите, что там все качественно, вкусно, вот, то общедоступная цена, она даже наоборот может напугать. Да. Ну это на самом деле, вы попали в точку, это точка споров, больших дискуссий, учредителей, меня, других топ-менеджеров. То есть кто-то не хочет дополнительной прибыли у вас? Ну кто-то пока, наверное, не хочет. Ну вот, возможно, это стратегия экспансии, да, там в голове у учредителя. Вот, ну, я тоже это понимаю, мы, я согласен с вами, что эта цена… Нет, ну просто смотрите, 20, ну образно, там плюс 20 копеек на экспансию вряд ли как-то влияет, а дополнительные деньги как раз для развития экспансии оно, наверное, даст. Есть такое подозрение. Ну план есть поднятие на 10%, на 50 копеек. Это да, это на самом деле прибавит бюджет. Хорошо, а теперь вопрос тогда, это было там вчера. Я только уточню, а сколько точек сейчас в сети? Ну сейчас 6, вот недавно 6. 7, 7 недавно. Это было вчера и здесь вот я бы что сказал, что новый стритфуд вышел, новый продукт, новый забытый продукт в хорошем исполнении, в качестве, все замечательно, народ берет. Вот, но с учетом там вот мероприятия «Бери и делай», я зачастил на Дзержинского 57 и он же там рассказывал тоже. Я думаю, дай пойду в эти стекла посмотрю открытые, подхожу к стеклам, а напротив будка, ну кроме стекол, их заведения, а рядом будка, в которой сидят два этих, два белоруса, да, таких вот, и делают те же 5 рублей, только кетчупа сверху наливают больше, чтобы ботинки запачкать. А это первый день. А это ваше или, Владислав, это ваша будка, нет? Нет, нет, ну мы можем сказать, что рынок шаурмы такой, какое-то небольшое сумасшествие сейчас возникло, да. Мы какие-то еще другие крупные игроки относительно, но мы, допустим, самые крупные, и как-то создался такой хайп, и все побежали делать шаурму. Вот как все побежали делать, было время кофейни, да, ну, наверное, уже надо что-то там очень уникальное предлагать. Так сейчас вот все бегут делать шаурму. И это кто-то прибежал, сделал рядом с нами, потому что вот там прет. Да. Так вот, так вот вопрос. Прошу ничего. Нет, я полностью, вот это про что говорил. Царик, то есть вам на хвост сели. Да. На ваш поток в том числе сели. И это неминуемо приведет к тому, что на вашей точечке начнет либо замедляться поток, либо останавливаться. Плюс на Дзержинского откроется еще сейчас пицца. Да, минус пицца. Да, минус пицца. Что тоже должно в принципе бабахнуть. Вот мы обсуждали как раз с директором по маркетингу Дональд Кинга, моей женой по совместительству. А вот клан, клан какой, да? Как скажется на нас международный франчайзинг по доставке пиццы? Ну, наверное, мы друг друга поможем. Это как вот сказал директор КФС, не знаю, здесь опять есть или нет. Что мы друг другу помогаем. То есть стритфуд, фастфуд это не столько конкуренты, сколько это конкуренты против домашнего питания. Это не вытягивает людей кушать готовую пищу. Также и доминос, это их модель доставка пиццы. И шаурма, они не конкуренты прямые. Почему? Потому что пицца это доставка, она не естся на коленках на улице. Нет, ну, если брать ваши точки, рядом офисное здание, человек выходил, покупал, а сейчас он себе закажет пиццу. И в принципе все равно, наверное, должно ударить. Чуть-чуть должно ударить. Что будем делать? Вот вопрос, давайте. Что будем делать, когда вам на хвост садятся? Объясняю. Доминос, пицца, 9 рублей за 365 грамм теста и сыра, у нас 5 рублей за 400 грамм мяса и овощей. Нет, подождите. Это уже то, что мы, допустим, будем делать. Это нормально, но вопрос заключается в том, что каждый день, если я буду обедать… Какая сумасшедшая ориентабельность у доминос, да? Да. Все равно насыщаться где-то вот я тоже буду и лепиться, и шаурмой. Ну, согласен. Ну, вы знаете, вот у нас, как писали, опять-таки, вот за счет того, что мы налепили кучу хэштегов, да, у нас, то есть не надо ни рубля платить, вот нулевой маркетинг, за маркетинговые исследования. Мы просто заходим в Инстаграм и читаем, что о нас люди пишут, что предлагают, где… Ну, то есть там вся информация есть. Одна из них в том, что, допустим, кто-то устраивает себе шаурмичные недели. То есть люди не едят шаурму каждый день. Они не едят ее через день, через два. Они едят ее максимум два раза в неделю. Максимум. Либо раз в неделю. Это вы не всех своих клиентов знаете. Я вижу некоторых каждый день шаурмой. Не, ну там айтишники могут ее затачивать постоянно. Но к нам в оргейме обращался, открылись у них киосы. Так вот под кого все это, да? Вот, поэтому, ну, мы ожидаем, что это будет взаимодополнение. То есть отгрызание будет небольшое. Я еще к чему, смотрите, то есть мы говорили, что, ну, бюджет… Ну, и, соответственно, уникальное предложение. У нас тут другое. Да. Маркетингового бюджета нет. Да? Ну, по сути дела. Но уже есть. Уже есть. Ну, смотрите, что, почему нельзя называть, что маркетинга нет. Да? То есть нету продуктов, которые продают сами себя. Мы создали хороший продукт, мы понимали, что сам себя он продавать не сможет. Это фикция. Для того, чтобы он продавал. У нас маркетинг есть. Наша упаковка – это маркетинг. Так, во-первых, она картонная, удобная. Если такое никто не делает, то есть с нее можно поесть, обратно положить, перебежать. То есть шаурма отличается от всех продуктов, пиццы, бургеров, остальных, тем, что она эргономичного употребления. Единственный продукт. Ее можно есть на бегу. Да? Остальное пиццу невозможно есть даже стоя в руках. Вот. Создав такую упаковку, это тоже маркетинг. Да? Мы приблизились к клиенту, удовлетворение его удобное для него сделали потребление. Дальше мы в пакет вбрасываем зубочистки, влажные салфетки. Такие даже не все франшизы мировые делают. Это тоже маркетинг. Но он очень дешевый. Как здесь уже говорили про маркетинг за одну копейку. Мы открыли, сделали окна в пол, потому что у нас честная кухня. Это тоже маркетинг. Выход можно, да? Очередь тянется, потому что, о, ребята, там прямо готовят перед нами. Вот на улице, прямо обычно привыкли ходить в киоски смотреть и лица в дырках. А здесь люди проходят и бах, у них прямо на виду. Вот прямо стекла чистые, как будто на улице готовят перед ними. На Дзержинского одна, в будке тоже сидит, там беларусь Ашот. И там тоже все прозрачно. Ну смотрите дальше. Они также нарезают. Но у них капает на ботинки. Ну там тоже донор написано. Кому вы лично доверили? Выбиваете вот эту буту? Я пока боюсь и туда, и туда. На самом деле, я извиняюсь, вот те вопросы, которые задает Александр, они, естественно, типичные для любого бизнеса, которые входят с хорошим продуктом и, может быть, по хорошей цене на рынок. Наверное, у Галины в чем-то похожая история у Бриоши. Но все равно появляются конкуренты, которые начинают этот рынок насыщать и бороться за этот трафик сформированного спроса, который вы героически сформировали. Смотрите, я приведу пример из другого опыта своего бизнеса, строительного. Вот очень мне кажется, сейчас он на ситуацию с шаурмой и стритфудом ложится. В 2014 году, в 2013-2014 год, этот переход, когда был суперсытый год, и потом начало нашей нынешней ситуации, я работал в строительной отрасли. В 2013 году в строительной отрасли был бум. Трехкратный рост был в проекте, в котором я работал. Заработали просто нереальные деньги. В 2014 году чемпионат мира достраивался все это к хоккею. Но в начале 2014 года государство не объявило ни одного тендера. Ну, февраль-март – это объявка тендеров на год. Я начал понимать, что строительная отрасль ляжет. Параллельно были новости о том, что МАЗ, МТЗ, наши основные крупные гиганты, тоже убыточно работают. Я понимал, что будет кризис в начале 2014 года. Что происходит в 2014 году? В 2014 году появилось… Я работал в рынке камня обработки. Появилось в 10 раз больше конкурентов, чем было на тот момент. Соответственно, естественно, что произошло с рынком? Все начали конкурировать, а что делать? Ну, то есть это в Беларуси предприниматели зашли. О, круто! Там изюм. Бежим его собирать. А на самом деле там уже его нет. Или неправильно пришли. То же самое, я считаю, сейчас происходит с рынком шаурмы. О, там изюм побежали. Ашоты, джимшуты, киоски. Мы, наоборот, от этого ушли. И это просто они сейчас придут, не получат ничего и отсыпятся. Хорошо, хорошо. Вы же не знаете, столько мы точек открываем. Хорошо сказал, да? Да, это тоже инструмент. Бери и не делай пока ничего. Бери и не делай. Бери и не делай. Ну, окей. Вот будем сегодня еще говорить про лояльность. И уже говорили про то, как возвращать своих клиентов. И про то, что надо бы хорошо знать своих клиентов. Поэтому тут сразу два вопроса. Во-первых, можно ли какой-то портрет нарисовать клиента, который покупает шаурму? Кто это? И второй вопрос. Как сделать так, чтобы несмотря на новые будки, новые приличные точки стритфуда… Доменос типа, да? Да, доменоса. Все-таки этот клиент возвращался к нам, был лоялен нам. Вот как вы на него ответили? Так, первый вопрос был хороший. Первый вопрос. Портрет клиента. Кто шаурму? О, портрет клиента. Это вот меня Александр еще спрашивал. Вот уже был портрет целевой аудитории. Изначально его не было. Берите и делайте. Наблюдайте за тем, кто у вас покупает. Понимайте, кто у вас больше приносит деньги. Наблюдайте и выделяйте свою целевую аудиторию. Точно так же было с Донеркином. Уникальная совершенно ситуация. На притысковой, на первой точке у нас парковали… Ну, это там dry food, если кто не был. То есть на автомобилях подъезжать за едой. Вот ровненько фотографии, не знаю, есть или нет у нас. Стоит Lexus последний дорогущий, самый ржавый Opel, который я видел в Беларуси. Audi A7, а потом самый ржавый Жигули, который я видел в Беларуси. Это вот наши были клиенты. Мы смотрели, мы сами удивлялись. То есть мы запустились, мы не ограничивались, мы не позиционировались никак. Вот была на самом деле такая разношерстная аудитория. Потом мы начали наблюдать еще за одним интересным фактом. Это я, кстати, наблюдал, учредитель очень сильно бил. У нас есть отдельная группа, это девушки. Это отдельная целевая аудитория. И на самом деле было так. У нас камеры везде стояли, мы сидели, смотрели, наблюдали за людьми. За будку заходит девочка, шаурму нашу стандартную, точит и пошла. То есть точит даже быстрее, чем мужики. То есть это мы обратили внимание. А домой приходит, говорит, у меня диета. Да? Да. Мужу, что ты взял? У меня примерно так сейчас происходит. Оказывается, за этим, за киоском. Вот все где. Вот. И это сплошь и рядом. А потом оказывается, что фитнес-тренеры советуют шаурму, да, потому что там меньше всего углеводов, да, они не полинасыщенные, там, потому что лаваш, он какой-то там без этих маргаринов и так далее. Сейчас мы договоримся, что это ЗОЖ. Это ЗОЖ. Почти ЗОЖ, да. Окей, разные совершенно портреты, разные люди. Да, но в итоге сейчас, можем сказать, что с тем масштабом, к которому мы сейчас пришли, конечно, целевая аудитория уже вырисовывается. Целевые несколько аудиторий, да, там это возрастная, да, есть, наверное, там, можно говорить, от 18 до 40 точно, да. Девушки, да, девушки, как отдельная аудитория, да, девушки, все, причем отдельно мы в них стреляли, потому что они более активны вот здесь вот. В нашем бесплатном канале, в нашем бесплатном канале продвижения. Вот, ну то есть вот так она вырисовывается, наверное. И что вот как эти разные группы, как их побудить возвращаться к вам снова, снова и снова? Ну, смотрите, я как-то встретился, встречаюсь со знакомым, встретился со знакомым, он говорит, ну я, говорю, с Дональдом Кингом проговорил, он говорит, ты там работаешь, я там 40 рублей оставляю в месяц, типа. И так у меня удивился, блин, это же классная точка, а как там еще, и начал разбрашивать. То есть у нас оказалось, что очень много постоянных регулярных клиентов. Вот, естественно, есть косяки, да, но смотрите, в чем сила еще такой модели настоящего продукта. Мы понимаем, что мы сделали хороший продукт, сильный, значит, мы можем о нем кричать. У нас антимаркетинга не будет. Если у нас будет отрицательный какой-то посыл, это значит где-то косяки на исполнении. А это для нас сигнал, чтобы исправлять косяки. Соответственно, мы приняли политику того, что, презумпцию виновности, то есть если клиент нам что-то написал, значит, мы не правы. Первый раз. Если второй, тогда мы расследуем службу безопасности клиента. И смотрим там, может он уже там что-то там хочет бесплатно. Вот я здесь делаю ремарку, если возвращаться к бизнес-модели, про что сейчас мы говорим. Если сильный продукт, он качественный, хороший, очень внимательно надо смотреть на ключевые процессы. Потому что через процессы можно угробить продукт. То есть если мы будем косячить на процессах, то мы, по сути дела, можем уничтожить хороший, качественный продукт. На это надо обращать внимание. Да, поэтому вот это, опять-таки, это канал быстрого реагирования на косяки. Канал быстрого реагирования на косяки. То есть хэштегом что-то где-то недовольный пишет, у нас это отлавливается сразу. В 11 ночи пьяному какому-то там в час, кто написал в субботу, ему сразу в час ночи жена-негодяйка отвечает. И, соответственно, отрабатывается клиент, ему выдается бесплатная следующая шаурма. 24 на 7. 24 на 7. А какая-то шаурма-комьюнити у вас какое-то планируется? В инстаграме там. Там в инстаграме уже какие-то есть комьюнити. Есть уже комьюнити, да? Пока не мы. Ну, вопрос, в общем-то, открытый. Потом такой же вопрос, наверное, будет и к Галине. И, наверное, это вопрос для любого бизнеса, потому что можно очень успешно выйти с продуктом на рынок, получить хороший поток, но обязательно все равно появится кто-то рядом. И дальше как отстраиваться, как вот с этой лояльностью работать, как ее повышать. Ну, а дальше работа с маркетингом. Насыщение происходит, поток падает. И вот мы, как только мы сели на поток и как только пошли деньги, мы должны сразу же смотреть на свою бизнес-модель и бежать уже на шагов пять впереди, понимая, что будет дальше, да? Что будет дальше? Не сядут на хвост, да? Появится новый стритфуд, например, там сверчки какие-нибудь жареные вкусные, опарыши, там еще чего-нибудь. Да, то есть это не аналогия. Это на самом деле, что идет сейчас сюда в том числе, да? Азиатская всевозможная кухня. И народ же любит прыгать на первые месяцы. Это нормально. Да, и вот здесь задача как удержать, задача как все-таки того, кто отпрыгнул, вернуть. Ну дальше стратегия, понятно, стратегия лизера, это новая стратегия маркетинга. Уже готовится практически, скоро будет введена новинка, которая будет просто бомбой. Такого аналога не было. Наверное, такого бургера в мире нету, да? Это же мы сами придумали. Вот, то есть… Уже страшно. Уже очень страшно. Это дико крутая штука будет. Вот, ну то есть аналогов бургера в бургеры из такой котлеты нигде не делали. Вот мы ее запустим, попробуем. Это будет круто. Мне очень нравится, что у вас не только предприниматели, но и новаторы на сцене. Вендинговый аппарат первый в Европе, бургеры, которые еще никто не делал. Но на самом деле постоянно удивлять надо. Да, постоянно удивлять. Например, пример удивления – это робот-шаурмист с огромной шишкой. Так он работает уже? Ну, как он работает? Я про шишку слышал в прошлом году, и мне было интересно посмотреть. Да, про робота много слышали. И про его большую шишку. Ну, смотрите, этот робот был закуплен для Зыбицкой, по сути. То есть мы понимали, что Зыбицкая – это будет пятница, суббота, гиперспрос ночной. То есть там просто вот так и происходит в летнее время, там митинги у нас. Для того, чтобы быстро производить, нам нужен суперпроизводительный аппарат. Либо потому что их 10 ставить – это нерационально, нету места. И нашли в Ютьюбе, есть, можете посмотреть – робот-шаурмист. Это аппарат, который сам проверяет степень прожарки и сам отрезает. Здоровенная шишка у него, и по ней он ножиком так меряет, отрезает. Производительность бешеная. Но один минус – он на газу. А на Зыбицкой в итоге спустя год оказалось, что газ не проведут. Мы его поставили на сжижины. Через неделю у нас пожарники прикрыли. Но в итоге он там не может работать на проходной точке. Мы его просто поставили на проспект независимости в наш ресторанчик. Но там не такая проходимость, чтобы он работал. Поэтому он там просто стоит, красуется. И ждет своего времени. Хорошо. Поскольку у нас время ограничено, может быть, у меня последний вопрос. И Александр наверняка обобщит этот кейс. Вот если смотреть в будущее сети Донор Кинг, то как вы его видите, хотя бы общее видение развития сети? Мы его назвали как? Сеть стритфуд-ресторанов. Это специально сделано сейчас, на будущее. Мы не сеть шаурмичной, мы сеть стритфуд-ресторанов. То есть можно было присесть? Нет, там кузнечики, опарыши пойдут. Если надо будет, если рынок туда повернет. То есть мы сделаем шаурму с опарышами. Почему нет? Там кусочки мяса и будут кусочки кузнечиков. У нас просто есть кейсы про опарыши, но не сегодня. Не сегодня, да. Закончили на невкусном. На первом событии не будем. Окей, хорошо. Александр? Ну я бы сказал, что очень важно опять с точки зрения, если мы возвращаемся к первому выступлению, там двух хороших выступающих, про бизнес-модель, то обратите внимание, еще очень важный момент. Да, если вы сделали качественный продукт, если вы поймали поток, это неважно B2C, B2B там немножко по-другому, но все равно нам нужна воронка продаж, нам нужен поток клиентов. Помните, что радость от того, что все цифры растут, она недолговечна. Любой вкусный голубой океан, как магнит, начинает тащить туда акул. И важно любой бизнес-модели, как можно быстрее монетизироваться, чтобы в первую очередь снять все сливки верховые. А дальше, как только вы увидели первый плавник, вы должны уже начинать думать, что делать дальше, чтобы отстраиваться, двигаться вперед. Через какие процессы, через какие преимущества вам нужно двигаться дальше. Надежда, что они отомрут сами, это очень плохая надежда, которая, как правило, где-то там не приходит в этой части, потому что не отмирают. Если вкусно, то туда будут заходить разные игроки и вполне возможно еще и со стратегическим жировым запасом. Поэтому будьте бдительны. Еще раз, самое главное в растущем бизнесе не заходить в зону комфорта и говорить, ну слава богу, поток пошел. Для всех бизнесов применимо. Спасибо. Спасибо. Ну на самом деле большие молодцы, потому что знаю, что ночей не спали, развивали эту сеть. Спасибо, Владислав.